с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 17 декабря день ракетных войск стратегического назначения и день сотрудников государственной фельдъегерской службы российской федерации но теперь родившихся 1493 год в этот мир приходит парацельс филипп аурелиан теофраст бомбаст фон гагенгейм знаменитый врач ученый оккультист естествоиспытатель один из основателей я трухимии способствовал внедрению химических препаратов медицину и слыл посвященным в тайну философского камня 1905 год день рождения иосифа хейфица российского кинорежиссера депутат балтики большая семья дел румянцева дама собачкой в 1925 году рождается константин ваншенкин советский и российский поэт автор слов знаменитых песен я люблю тебя жизнь алеша вальс расставания за окошком свету мало упаси вас бог познать заботу об ушедшей юности тужить делать нелюбимую работу с нелюбимой женщиной жить 1928 год день рождения леонида броневого народного артиста ссср актера театра ленком 17 мая невесны покровские ворота огонь и тот самый мюнхаузен формула любви небеса обетованные вряд ли какой иной артист может гордиться созданием образа сугубо отрицательного героя который пользуется такой огромной популярностью любовью зрителей как группенфюрер мюллер и всегда артист на вопрос о своем любимом анекдоте о штирлице отвечал однозначно штирлиц выстрелил в мюллера но пуля отскочила броневой подумал штирлиц 1936 год день рождения франциска папы римского в миру хорхе марио бергольо это 266 папа римский избран 13 марта 2013 года первый в истории папа из нового света и первый за более чем 1200 лет папа не из европы первый папа иезуит первый папа монах со времен григория 16 который состоял в ордене камальдулов история дня 546 год пост год и под командованием своего короля татилы одаренного правителя мужественного и решительного воина разбивают отряды византийцев уже 10 лет владевших римом и занимают вечный город подвергнув его тотальному разграблению однако спустя шесть лет татила погиб а рим вновь попал под власть византии хотя и ненадолго до захвата итальянских земель в 568 году древнегерманским племенем лангобардов 1547 год великий князь и государь сия руси иван четвертый грозный принимает царский титул 1788 год во время русско-турецкой войны после пятимесячной осады русские войска штурмом овладевают турецкой крепостью очаков которую защищал 15-тысячный гарнизон штурм осуществил русский корпус в 23 градусный мороз во главе первой колонны находился генерал аншев князь репнин вторую колонну возглавил генерал от артиллерии миллер общее руководство осуществлял генерал-фельдмаршал князь потемкин бой отличался особенной жестокостью и почти 10 тысяч турок было перебито в плен попало почти четыре с половиной тысячи в том числе и комендант крепости в качестве трофея взято 180 турецких знамен и 310 орудий 1791 год в нью-йорке задолго до появления автомобильного транспорта появляется первая улица с односторонним движением наверняка причиной стали постоянные пробки которые возникали из-за нежелания извозчиков уступить друг другу дорогу в 1903 год промозглым пасмурным утром на песчаной косе китти хок у атлантического побережья сша в штате северная каролина американские велосипедные механики энтузиасты братья уилл бур и орвилл райд впервые в мире испытали самолет вернее устройство которое может быть названо самолетом построенный братьями аэроплан который они назвали флайер поднимает воздух младший из них орвилл машина с 12 сильным бензиновым движком продержалась в воздухе 12 секунд течение которых на высоте двух с половиной трех с половиной метров преодолела расстояние в 39 метров в тот же день прошли еще три полета в последнем из которых уилл бир пролетел свыше 250 метров за 59 секунд на следующий день пресса сообщила об исторических полетах братьев райт в юмористическом тоне как о некоем курьезном происшествии 1989 год дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал симпсоны выпущенный для компании 20 век fox состоящий из 356 эпизодов он до сих пор не сходит с мировых телевизионных экранов в мультике затронуты многие аспекты культурной и социальной жизни америки но прежде всего это гениальная пародия на традиционный уклад жизни так называемого среднего американца по оценкам экспертов журнала тайм сериал даже удостоился титула лучшего телевизионного шоу двадцатого столетия но еще в одном событии подробно 1926 год в ссср проведена первая перепись населения длилась она две недели на селе и неделю в городах проводилась методом опроса при этом допускалась и самосчисления учитывалось наличное население программы переписи включала 14 пунктов с под пунктами пол возраст национальность родной язык место рождения продолжительность проживания вместе переписи брачное состояние грамотность физические недостатки психическое здоровье положение занятий и отрасль труда продолжительность безработицы и прежнее занятие только для безработных источник средств существования только для тех кто не имеет занятия кроме того в семейной карте отмечался состав семьи продолжительность брака и условия жилья численность городского населения составила 26,3 миллиона человек около 18 процентов процент грамотных составил почти 57 среди населения возрасте от 9 до 49 лет безработных более 1 миллиона человек с вами был николай пивненко в проекте дата